всем привет и добро пожаловать на мой youtube канал я рада вас приветствовать сейчас мы продолжим тему tom ford я уже говорила в предыдущем видео что я приобрела довольно много продуктов о которых я не могла сразу снять обзор я довольно долгое время отсутствовала на youtube и сегодня я хотела бы сделать обзор на три продукта которые у меня появились как бы они не новинка но для меня они новые потому что раньше у меня такого не было это транспарантная пудра фиксирующая также подсвечивающая база под тональный крем и новая кисть которая идет для бронзера давайте посмотрим все продукты по порядку первое чтобы я хотела показать это база под тональный крем с этого начинается в принципе макияж вот в такой вот флаконе интересном флакон пластмассовый крышечка темно-коричневая золотые детали но это классика tom ford это illuminating primer base данный продукт сделан в бельгии и здесь 30 миллилитров продукта в принципе стандартное количество базы или тонального крема в основном 30 миллилитров максимум 40 что я видела открывается она вот таким вот образом вам нужно покрутить нижнюю часть и выдвигается помпа и вам нужно нажать на нее когда вы нажимаете у вас выходит такая густая белая масса я бы даже сказала такого жемчужного цвета когда вы ее растушевываете вы видите вот этот вот жемчужный красивый блеск который появляется на коже она очень приятная по текстуре очень приятно разносится запах у нее очень странный такой я бы сказала какой-то даже запах каких-то аптечных лекарств на такая жирненькая и слегка так как будто бы маслянистая что ли консистенция у нее густая то есть если вы сравните подсвечивающую базу от сенсай и вот эту базу то от сенсай она будет очень жидкая на прямо такая текучая это она как крем вот действительно как крем причем густой крем но разносится по коже достаточно легко и с этим вообще никаких проблем нет следующий продукт это фиксирующая пудра транспарантная когда вы смотрите на коробочку сама коробочка классическая темно-коричневая с золотыми деталями бренд выбит прямо на передней панельки называется она illuminating powder в оттенке 01 translucent написано что здесь 6 грамм продукта на самом деле это удивительно потому что обычно пудра уходит больше чем каких-либо теней или вообще каких-либо продуктов то есть пудра это то что девочки носят у себя сумочки подправлять макияж то чем пользуются каждый день и довольно часто и удивительно что здесь всего лишь 6 грамм продукта тогда как даже в тенях tom ford 10 грамм продукта это действительно очень странно почти в два раза меньше когда вы открываете вы видите большое зеркало tom ford тиснение на зеркальце и крышечка открывается до конца как и во всех принципе палетках от tom ford все коробочки похожи друг на друга и важно что вы возьмете контурирующую палетку возьмете пудру вы возьмете тени коробочка будет одинаковая и дальше вы видите ограничитель и кисточку ограничитель мы снимаем когда вы трогаете сам продукт он нереально шелковистый нереально мягкий настолько мягкой пудры я еще наверное не трогала за всю свою жизнь она такая как будто бы желтая но на палец когда вы делаете swatch и когда вы наносите на руку вы видите что она все-таки больше прозрачно на дает слегка выбеливающий эффект такой как будто бы сияющий но не сильно буквально слегка очень легко наносится на кожу очень приятно кожа становится очень приятная шелковистая также вы в комплекте получаете кисточку коричневая ручка золотая деталька на которой выбита tom ford и сама кисточка она из натурального ворса но она достаточно колючая я не уверена что ей можно нормально нанести что-то на лицо скорее всего этой кисточкой вы просто снимите часть тонального крема она запачкается и вы только будете этой кисточкой пачкать пудру следующее мое приобретение эта кисточка от tom ford большая для бронзера который я очень долго мечтала когда вы смотрите вы видите во первых темную ручку вы видите золотую деталь сама кисть очень плотно набита она большая то есть ну вот мое лицо и вот кисть вы можете увидеть что размер этой кисти реально очень большой tom ford золотое тиснение с другой стороны номер кисточки 0 5 кисточка выполнена из натурального ворса и скорее всего это козочка но ручная сборка чувствуется потому что очень мягкая кисть просто нереально мягкая и ощущается в руках очень хорошо она довольно таки тяжеленькая по весу я думаю что она хорошо подойдет для нанесения не только бронзера но и пудры я думаю будет идеально что же если вам интересно как я сделала свой макияж лица сегодня с данными новыми продуктами то продолжайте смотреть давайте начнем и первое что буду наносить естественно это будет база под тональный крем и это illuminating primer base иллюминирующий праймер и он в таком как будто бы жемчужном оттенке очень красиво давайте наверное я нанесу на руку я думаю такого количества должно быть достаточно нанесу на лицо он такое прям густая консистенция очень у этой базы и разносить я буду дуа фиброй улица сразу такое жемчужное сияние появляется здесь такого нету смотрите пахнет очень странно запах такой не навязчивый но пахнет даже не знаю как описать этот запах пахнет странно действительно неплохо но странно знаете чем-то хвойным какими-то лекарствами в общем не знаю чем-то таким ну что ж как вы можете видеть смотрите вот свечение кожи появилась у лица такого жемчужного цвета чем-то похоже на базу от сенсай но свечение немножко другое там более золотистая здесь она такое жемчужное белое такое но никакой серости лицу не придает я бы даже сказала какой-то жемчужина розоватый отлив у этой базы не знаю как передаст камера но в жизни он такой да слегка розоватый теперь я нанесу стик тоже tom ford оттенок 70 town и мне он очень нравится я хочу посмотреть как он будет работать с этой базой с этим тональным средством какая фишка после того как вы его наносите на лицо у вас должно пройти какое-то небольшое количество времени для того чтобы эта тональная основа села на ваше лицо тональное средство от лапри ложится просто как родное за секунды и сразу с этим тональным средством все-таки вам сначала его нужно разнести по лицу и потом еще дать немного времени чтобы она села как нужно и тогда ваше лицо будет выглядеть очень красиво сначала вам будет казаться что у вас как будто бы маска на лице потому что все-таки тональные основы в стике они достаточно плотные хотя этот стик он конечно кажется маской на лице первые первые минутки да но при этом этот стик дает какое-то такое полупрозрачное что ли покрытие но очень красиво смотрится мне кажется как раз таки для такого с тонального средства и должны быть вот такие вот праймеры которые светящиеся чтобы через тональный крем было видно свечение вашей кожи вот таким вот образом он разносится все таки я хочу себе такую кисточку только в более большом размере чтобы можно было это все сделать быстрее этот размер все-таки не такой большой ну вот смотрите как лег тональный стик на базу очень по моему неплохо давайте теперь я сконтурирую свое лицо своей любимой палеткой от tom ford в оттенке интенсити 2 почему интенсити 2 во первых потому что я не белоснежка и интенсити уан он все-таки рыжит мне этот больше нравится беру я кстати говоря кисть для нанесения от джорджу армани для тональной основы именно вот эта кисточка очень хорошо делает контурирование лица а передоволю консилер оставлю свой точек лад любимый теперь время для того чтобы попробовать пудру конечно же вот этим аппликатором я наносить не буду наносить я буду вот этой вот пудрой для бронзера я понимаю что она слишком большая мне кажется для пудры она должна подойти тоже tom ford номер 05 а вы знаете а это пудра практически не пылит то есть я вот так и и делаю она конечно сыпется но не так сильно посмотрите как она массирует вот с этой стороны и вот с этой стороны смотрите в два счета лицо в принципе матовая пудра хорошая но честно говоря рассыпчатая пудра все-таки лучше на лице это пудра хороша скорее всего для подправления макияжа в течение дня взять с собой куда-то положить в сумочку и подправить в течение дня но не для того чтобы припудривать сразу для того чтобы припудривать сразу все-таки лучше иметь рассыпчатую пудру так в принципе она выглядит очень красиво на лице мне нравится хотя она слегка подчеркивает шелушинки на носу а так в принципе ничего и так каково же мое мнение о данных продуктах давайте наверное по порядку база мне понравилось она достаточно приятно распространяется по лицу она дает очень красивый перелив она дает такое мчужное свечение кожи даже вот вот тут хайлайтер а вот тут это как раз таки свечение кожи вот здесь вот сбоку и это свечение видно даже после того как вы припудриваете ваше лицо ваша кожа действительно подсвечивается изнутри нравится ли мне эта база да стоит ли она своих денег я считаю что да единственное что меня немножко смутило это запах но у tom ford очень много продуктов которые пахнут очень странно не знаю с чем это связано но по какой-то причине у них отдушка всегда очень стремная я не знаю как даже по-другому выразить правильным словом советую ли я эту базу да я ее советую но скорее всего я бы ее посоветовала для людей с комбинированной сухой или сухой кожи для жирной кожи мне кажется слишком много сияния не хорошо будет макияж держится хорошо с тех пор как я начала записывать видео прошло уже энное количество времени за окном стемнело и до сих пор можно видеть что макияж очень очень неплохо выглядит на мне так что стойкость скорее всего у этого средства хорошая но это лишь первое впечатление дальнейшем я обязательно буду еще дополнительно тестировать у этой базы очень много плюсов во-первых это помпа во вторых она густое она не течет фактически вы можете разнести эту базу пальцами по лицу и она очень приятная по ощущениям когда вы дотрагиваетесь этой базы она шелковистая очень густая кремовая это очень приятно наносить такой продукт на свое лицо следующий продукт это пудра прозрачная что меня в ней немножко смутило во-первых это фиксирующая пудра но я бы ее отнесла к ким пудрам которые можно положить к себе в сумочку и подправить макияж в течение дня потому что если вы будете наносить просто на свое лицо эту пудру немножко кое-где может скомкаться это пудра идеально для подправления макияжа в течение дня но если вы хотите заматировать свое лицо полностью и быть уверенными на много часов что ваше лицо не будет блестеть то я бы вам конечно посоветовала все-таки рассыпчатую пудру стоит ли это пудра своих денег я считаю что не стоит потому что во первых для продукта который только для поправления макияжа цена слишком высока во-вторых по количеству граммов ну это просто смешно в тенях больше граммов чем в продукте который предназначен для скажем так для очень большого употребления данного продукта это слишком мало 6 грамм ну блин извините в нормальной компактной пудре у вас будет минимум 10 грамм и она будет стоить в разы дешевле даже другого люксового бренда чем tom ford в данном случае вы платите все-таки за имя и за то чтобы взять такую красивую коробочку и сумочки раскрытие и подправить свой макияж чтобы все видели что вы пользуетесь том ford но в принципе по сути я не считаю этот продукт необходимым мне кажется простая рассыпчатая прозрачная пудра вам будет намного 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 полезнее и намного экономичнее и скажем так она прослужит вам и дольше и лучше это пудра во первых она не матирует намертво все-таки первое впечатление но немножко обманчиво да она матирует сначала но так как в ней есть светящиеся компоненты она все-таки немножко иллюминирует и даже моё лицо на данный момент она не полностью матовый ну кое-где я даже могу сказать что у меня даже как будто бы жирный блеск хотя я не могу сказать что я поставила освещение на максимум это даже не максимум это так средний левел я думаю что причина тому что мое лицо так сильно блестит как раз таки пудра не здесь а именно вот остальные участки моей кожи все таки блестят слишком сильно данная пудра она конечно очень приятная она очень классная по ощущениям и я ей буду пользоваться обязательно я ее допользую до конца я не буду ее не выбрасывать никому не отдавать но покупать в дальнейшем такую пудру я себе вряд ли буду я не думаю что мне нужна такая пудра я больше люблю сыпчатые в таких больших шайбах где много большое количество и матирует скажем так практически намертво дальше кисточка очень крутая и она огромная она просто я не знаю просто огромных размеров но она очень мягкая и очень качественная но в принципе если вы видели мои предыдущие видео вы знаете что кисти tom ford я люблю просто всей своей душой и я очень рада что у меня собрался практически весь сет этих кистей мне кажется они настолько профессионально настолько классно сделаны все таки чувствуется ручная работа чувствуется качество чувствуется что бренд заботится о покупателях кисти tom ford это как раз таки те кисти которые я бы все-таки советовала покупать и если вы хотите себе набор классных кистей которыми вы будете пользоваться просто годами копите деньги покупайте по одной но соберите себе необходимый сет не обязательно все 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 кисти в линейке но какой-то необходимый сет для лица и глаз стоит ли эта кисточка своих денег да стоит абсолютно каждой копейки каждого цента ну что ж с том ford на сегодня все я рада что вы посмотрели это видео если оно вам понравилось обязательно ставьте лайки таким образом вы меня поддерживаете если вам нравится контент моего канала обязательно подписывайтесь внизу я оставлю ссылку на видео где я делаю макияж глаз с палеткой о том ford golden минк это палетка теней также внизу в описании я оставлю ссылку на свой инстаграм обязательно подписывайтесь вы будете в курсе всех продуктов которые я покупаю потому что фотографии в инстаграме появляются намного быстрее чем видео в ютюбе к сожалению у меня не всегда есть время записывать новые видео я очень извиняюсь за это потому что очень много в последнее время работы желаю вам приятного времени суток когда бы вы не смотрели это видео и конечно же до новых встреч и